Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, какие же приложения будут востребованы в текущей ситуации, в условиях кризиса, в условиях санкций, какие приложения нам, как андроид разработчикам, нужно уметь создавать. Мы поговорим как и про работу в компаниях, так и про работу на себя, так и создание своих личных проектов. То есть вы узнаете, какие сейчас приложения нужно создавать для того, чтобы получать пассивный доход. Ну а на связи Мабу, Мабу это платформа по разработке мобильных приложений, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Всегда либо на фрилансе, либо на заказной разработке больше долю рынка занимали приложения для бизнеса. И там выходило два основных направления. Это приложения по услугам и приложения для интернет-магазинов и для просто магазинов. И небольшую еще долю занимали различные такие сервисные мобильные приложения, но это более частный случай, мы поговорим о нем чуть позже. Первое, как я сказал, мобильное приложение, это мобильное приложение в сфере услуг. Это мобильное приложение для салонов красоты, для фитнес-клубов, для пекарней, для небольших магазинчиков. И все что угодно связанное с оказанием услуг. В этих мобильных приложениях, как правило, у человека был личный кабинет, в котором он мог посмотреть, когда он обращался за услугой, сколько стоила эта услуга, и посмотреть, какой он отзыв оставил. Он может посмотреть своего исполнителя и написать этому исполнителю какое-то сообщение. Также он может с помощью такого мобильного приложения быстренько записаться на новую такую услугу. И с помощью таких мобильных приложений, как правило, компании могут сотрудничать и как-то так на эмоциональном плане взаимодействовать со своим клиентом. Это очень большой спектр различных направлений, это очень большой рынок. И поэтому, если вы умеете именно создавать мобильные приложения именно, скажем так, с фокусом именно на личный кабинет пользователя, то тогда у вас будет всегда заказы, потому что это огромный спектр, да, огромный рынок. Также я сказал, что еще большим спросом всегда пользовались приложения для интернет-магазинов или для просто-магазинов. Действительно, если у магазина есть сайт, то он хочет как-то еще более расширить, скажем так, спектр своих услуг и спектр своего присутствия. И поэтому всегда после сайта приходят клиенты, которые хотят себе сделать приложение для интернет-магазина, под свой интернет-магазин, так как мобильное приложение установленное у потенциального клиента, его, да, то это дополнительный инструмент взаимодействия на своего клиента, дополнительный инструмент донести до него какую-то информацию и вовлечь его в некую такую игру. И поэтому разработка мобильного приложения для интернет-магазина это тоже очень часто встречающийся заказ. И еще свою долю рынка занимали такие сервисные мобильные приложения. То есть это, как правило, мобильные приложения не для бизнеса, а у человека возникает какая-то идея, например, создать мобильное приложение для бизнесменов по организации встреч, по организации его, допустим, бюджета какого-то рекламного. То есть это такие мобильные приложения, как помощники. Они позволяют организовать какую-то работу. Либо это мобильные приложения, связанные с геолокацией. То есть какое-то мобильное приложение, пусть для небольшого городка. И в этом небольшом городке организована, допустим, аренда каких-то велосипедов или самокатов или что-то такое. То есть любое мобильное приложение, которое связано именно с работой с картой. И также свою долю рынка в этих сервисных мобильных приложениях занимали всегда приложения с медиа-контентом. Это приложение с фильмами, с мультфильмами, с сериалами, с музыкой. То есть с медиа-контентом. Да, развлекательная такая сфера. И вот сейчас у нас наступает эпоха кризиса. И нужно нам, как андроид-разработчикам, всегда перестраиваться. То есть нужно понимать, какие мобильные приложения стоит разрабатывать. Да, если вы работаете в компанию, это вообще вам не нужно заморачиваться. Вы должны уметь делать и сервисные мобильные приложения, и мобильные приложения для магазинов, и мобильные приложения для услуг. Потому что у вас может быть любое направление. Но если вы идете в компанию, вы идете, как правило, на какой-то проект, и там уже конкретные проекты, под этот проект подбираются люди. Ну, для того, чтобы успеть войти уже точно в какую-то компанию, вам нужно именно уметь разрабатывать все эти направления. Но, знаете, в настоящее время все больше актуальность приобретает именно работа андроид-разработчика, как индивидуального мастера. То есть работа самого на себя, либо на фрилансе, либо напрямую с заказчиком, либо создание своих проектов. Сейчас это будет актуально, как никогда. Сейчас это прям становится очень важным, потому что такой способ заработка поможет вам обезопасить самого себя. Потому что работая в компании, вы не знаете, какие дела по факту идут в компании. Может, она завтра развалится, и вы окажетесь на улице. Да, и опять идти искать работу с протянутой рукой. Но это такая сомнительная затея. Лучше, работая в компании, или где-то, может, на другой работе, не по специальности, выучиться на андроид-разработчика и параллельно начинать что-то думать с разработкой, пытаться разрабатывать. То есть строить либо свой такой небольшой бизнес по заказной разработке, либо уже создавать свои проекты, которые будут приносить вам пассивный доход. И когда ваш доход либо от заказной разработки, либо от пассивного, ваш пассивный доход, отойдет до, скажем так, до вашего основного дохода, то можно улоняться с работы, уже жить на этом, и жить более свободно. Так вот, какие же стоит нам создавать сейчас мобильные приложения в условиях кризиса. Как бы это странно ни казалось, приложение для интернет-магазинов, заказная такая разработка, именно по разработке приложений для интернет-магазинов, она будет сокращаться. Потому что интернет-магазины будут сейчас экономить, и будут уменьшать свою разработку, именно под мобилку, и будут сосредотачиваться лишь на интернет-магазине, как на сайте. И будут фокусироваться именно на привлечении, увеличении трафика, и даже не увеличении трафика количественно, а работа над качеством этого трафика. То есть, чтобы максимально... Люди, которые приходили на сайт к интернет-магазинам, на их сайт, они были максимально прогреты. То есть, это те люди, которым максимально нужна продукция. Не просто для информации, которые пришли, а именно которым максимально нужна эта продукция. И вот, когда настроится эта связь, когда увеличится качество этого трафика, когда, скажем так, кризисный момент немножко пройдет, только тогда интернет-магазины обратятся снова к мобильным приложениям. Потому что мобильное приложение – это более качественный такой инструмент, который не напрямую привлекает клиентов, а работает над улучшением сервиса. То есть, мое мнение таково, что заказы по разработке приложений для интернет-магазина будут сокращаться. Но, вместе с тем, заказы по разработке мобильного приложения для сферы услуг будут увеличиваться. Как бы это странно ни звучало. Да, есть сайт, но сфера услуг – это, собственно, такая сфера, в которой большая значимость играет качество предоставляемых услуг. Потому что в сфере услуг очень часто приходят новые клиенты по рекомендациям своих знакомых, которые пользуются уже какими-то услугами. В интернет-магазинах это не так работает. А вот в сфере услуг это работает так. То есть, тут уже больше, да, у них есть определенный сайт, в принципе, трафик идет стандартный, но тут уже можно работать именно с мобильным приложением, улучшать какой-то, скажем так, улучшать качество предоставляемых услуг, как-то своевременно информировать своих уже имеющихся клиентов, устраивать какие-то акции, розыгрыши, завлекать в какую-то игру, что-то интересное придумывать. И вот через такой маркетинг по работе с мобильным приложением можно реально удивлять своих действующих клиентов таким образом, чтобы они привлекали, как бы советовали ваш сервис своим знакомым. И вот именно вот такая работа по такому привлечению трафика, она будет в сфере услуг сейчас набирать обороты, и поэтому я рекомендую больше обратить внимание на работу с мобильными приложениями именно в сфере услуг. Кроме того, у нас, как вы помните, есть сервисные еще мобильные приложения. И вот в сервис, в сфере сферисных мобильных приложениях я больше внимания уделил созданию своих проектов в следующих сферах. Например, создание мобильного приложения, опять же, как я говорил ранее, для бизнесменов по организации бизнес-деятельности, по организации встреч, по организации, скажем так, учета его расходов на ближайшее время. То есть, разработки таких помощников, которые могли бы сорганизовать всю свою деятельность. И это не только для бизнесменов. Например, также можно делать разработку, разработать мобильное приложение по созданию списка покупок на ближайший месяц. С таким учетом можно даже внедрить такую систему, написать, которая будет помогать вашим потенциальным пользователям экономить. То есть, где можно подсказать, что лучше купить, что добавить в список покупок, что убрать. То есть, такое умное мобильное приложение, такого еще нет. Есть обычные сборщики списка покупок. И то, там дизайн плачевный, в другие, где дизайн хороший, но там мало что продумано. То есть, можно с помощью этих мобильных приложений, даже по созданию списка покупок, туда внедрять еще семейный чат, чтобы родственники в семейном чате могли между собой общаться и вписывать новые списки покупок. Кроме того, очень популярность будет набирать мобильные приложения, скажем так, развлекательные, связанные с антистрессом. Или детские, или на ночь такие головоломки. Что, чем я говорю? Ну, различные антистресс, там различные пищалки, можно, ну, когда человек едет в автобусе нервничать, чтобы он пальцем мог что-то там перетаскивать. Ну, антистресс, такие различные варианты. Можете загуглить, посмотреть, что это за мобильные приложения. Развлекательные мобильные приложения, чтобы можно было отвлечься, когда человек куда-то едет или отдыхает от своей работы. Ну, и, конечно, детская. Потому что дети, очень часто взрослые, дадут своим детям планшеты или смартфон, и дети там что-то ковыряются, да, что-то делают. И различные успокаивающие на ночь, для снятия стресса. Можно перед сном делать различные, в стиле пазла, что-то такое. Можно делать такие мобильные приложения. И главный вопрос, как же мы будем зарабатывать на этих мобильных приложениях теперь, сейчас. Если мы говорим про заказную разработку, то есть для сферы услуг и для интернет-магазинов, то тут два пути. Обычно стандартная заказная разработка, когда пришел заказ, мы сделали, ну, вернее, пришел заказ, нам заплатили за этот заказ, мы выполнили, сдали проект. Потом уже мы получаем следующего заказчика, либо по рекомендациям от этого заказчика, либо по своим источникам трафика. Да, но не забываем всегда разрабатываем мобильные приложения. Внизу где-нибудь вставлять ссылочку на ваш сайт, где в случае, если, допустим, какой-то конкурент этого человека, предпринимателя, которому вы сделали мобильное приложение, захочет себе такое, он будет знать, кому пойти и у кого заказать такое мобильное приложение. И он будет уверен, что этот человек сделает такое мобильное приложение. Либо мы можем не делать прям заказную разработку, а создать какое-то готовое решение, допустим, для сферы салонов красоты. Готовое решение автоматизировать его до такой степени, чтобы человеку получить такое же мобильное приложение, нужно просто, допустим, оплатить какую-то подписку в месяц или купить его, ну, скажем, если подписка, грубо говоря, там по 1000-3000 рублей в месяц он оплачивает и пользуется таким мобильным приложением. Он оплачивает подписку, открывается ссылка, он скачивает этот файл, загружает этот файл на плеймарке, дальше ему дается доступ в веб-панель, панель администратора, где он вводит свои данные, заводит все свои данные, услуги, допустим, те же расценки. И с этого, с этой веб-панели данные, которые он завел, добавляются в базу данных на сервере. Из сервера уже эти данные по его логину, по его аккаунту уже выгружаются в его мобильное приложение. И он уже может сам контролировать. То есть это вообще без вашего участия, это такой пример пассивного дохода. Если мы говорим про сервисные мобильные приложения, то есть различные сервисы, помощники, вот эти все, те приложения, которые мы разрабатываем для людей, конкретно для обычных людей, не для бизнеса, а для людей, чтобы улучшить их жизнь, то это однозначно сервисная подписка. То есть это подписка. То есть есть определенный функционал, который несет главное любое мобильное приложение. И это тот функционал, из-за которого это приложение устанавливает. 80% этого функционала мы делаем бесплатным или 70% даже процентов. Делаем бесплатным. А то самое дорогое, самое существенное, то без чего этот функционал может, но с ним, с этими 30% намного лучше себя будет чувствовать человек. Мы делаем его платным за подписку. Грубо говоря, там за 100 рублей, за 200 рублей. Такая вроде бы символичная сумма. И в итоге, если ваше приложение массово, то вы можете, допустим, взять подписку 100 рублей, и сделать, допустим, и у вас берете, грубо говоря, 100 рублей, 1000 человек платной подписки, 100 тысяч. Вот и все. Как же нам принимать подписку? Сейчас непонятно, что с Play Market. Зачем вам Google? Зачем вам Play Market? В приложении прямо делаете ссылочку. Тот же сервис Bootsy может сделать сборку, прием платежей, та же подписка на сервисе Bootsy. Регистрируйтесь, заводите сумму вашей подписки на мобильном приложении и ставите там какую-то кнопочку либо текстовую ссылку, что вам нужно в мобильном приложении, если кто-то хочет оформить платную подписку. И человек будет табать по этой кнопочке и будет переходить на ваш сервис, там уже вы можете автоматизировать, в случае удачной подписки куда-то переводить. Либо можете Яндекс.Кассу сделать, либо что-то еще. То есть, вариантов много. Главное, что на всякий случай вам нужно сделать так, чтобы этот сервис по приему платежей был русскоязычным. Потому что непонятно, что еще нам заблокируют. И это очень важно. То есть, на самом деле проблем никаких нету. Паникеры уже массово побежали и кто поехал в другую страну, кто не знает, что будет с Android разработкой затихарился. Но по факту это не первый кризис, который я прохожу и давно и далеко не второй. И я вам хочу сказать, что ничего страшного нету. На самом деле все очень сильно преувеличено. потери преувеличивают. Да, сейчас время тех, кто готов крутиться, а не просто ждать, пока на него упадет заказ, а как-то творчески развиваться, прокачивать свои софт-скиллы в плане маркетинга, в плане дизайна и все время работать над собой. Время трусов прошло. Это время тех людей, которые готовы действовать. Это время смелых людей. И поэтому, если вы такой человек, то у вас все будет хорошо. Если вы чего-то боитесь, то лучше уходить сейчас этой сферы, потому что эта сфера сейчас не будет щадить слабаков. И эта сфера не будет. И в андроид-разработке сейчас это не время для слабаков. Это время для людей, которые готовы работать с трудностями и преодолевать эти трудности, идти вперед и развиваться и создавать свои продукты. Если вы такой человек, который будет это все преодолевать, будет создавать интересные продукты, и кого не страшит такое будущее, но опять же, я сказал, ничего сложного нет. Просто нужно сейчас больше, я считаю, идти в индивидуальную разработку. Люди будут цениться те, которые могут самостоятельно создать мобильное приложение. В данном случае мы говорим про андроид-приложение. Если вы такой человек, то обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на мой Телеграм. Если будут у вас вопросы, пишите, я отвечу. Но если вы не андроид-разработчик, а только присматриваетесь, я вам советую поспешить, потому что до конца года произойдет в эту сферу очень много людей, и чем раньше вы зайдете, тем вы впереди остальных людей будете идти, и тем меньше у вас будет конкуренции. Сейчас, если зайти, то максимум 6 месяцев, и вы, андроид-разработчик, можете приступать к разработке мобильных приложений. Тем более, после моего курса люди выходят с двумя отзывами и с двумя работами. Плюс я помогаю выходу на фриланс, и даже от себя вам дам два отзыва. Поэтому обращайтесь. Это был проект Мабу. До встречи в следующих эфирах. Всем пока.